МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ровно через 15 минут фотограф произнесет заветные слова. Внимание, снимаю! И все они, замерев на несколько секунд перед фотокамерой, посмотрят в ту самую даль, где пока ничего нельзя было различить. Ни удач, ни потрясений, ни голодных смертей, ничего. А пока на дворе жарко грело летнее солнышко 1895 года. И звон к цоколе по мостовой копыта лошадей, подгоняемых извозчиками. Из ярославских будете? Ароматом напоен воздух вешний. Чихать хотел? Пусть сильнее грянет буря. Кому пришла в голову идея сделать общий снимок, теперь не скажешь. Кажется, она родилась у всех сразу. Дескать, а почему бы нам не сфотографироваться вместе, пока мы видимся каждый божий день? Работаем, делаем одну газету. Сказано, сделано. Назначили день, час, пригласили фотографа и стали собираться в редакции. Там и снимемся. Где же еще? Где работаем? Там и сфотографируемся в редакции. Первым пришел живший в соседнем доме владелец газеты Семен Иванович Костерин. Молодой, ничем не торговавший, а только проживавший деньги жены купец, он сделался издателем газеты неожиданно для самого себя. Прежний издатель задолжал ему деньги, и чтобы они не пропали совсем, Костерину пришлось взвалить на себя это новое и неожиданное для него дело. При Костерине лицо газеты существенно изменилось. Совершенно исчезла бульварность издания, и газета заняла достойное место среди органов провинциальной печати, приняв народническое направление. Впрочем, это направление дал ей, конечно, не скудно образованный Костерин, а фактический редактор газеты Николай Петрович Ашешев. А вот и он, молодой, изящно одетый, с мефистофельской улыбкой, сын крестьянина Ярославской губернии, записавшегося временным купцом в Одессе. По окончании Одесской гимназии Ашешев поступил в Московский университет на физико-математическое отделение, а затем перевелся на юридический факультет. А в 93-м году был выслан из Москвы за хранение недозволенной литературы и за связь с неблагонадежными. Так он оказался в Самаре и сделался редактором Самарской газеты. Острый на язык, живой, он легко сходился с людьми и был одинаково желанным гостем и в купеческих гостинах, и в салонах либеральных земцев. А первое, что сделал Ашешев на посту редактора, принялся приглашать новых сотрудников, способных изменить облик газеты. И вскоре ему это удалось. О газете заговорили с уважением. Работая в Самарской газете, Ашешев печатал в ней свои статьи и рассказы. Весеннее солнце не обмануло сердце девушки. Саня получила место в редакции Большой газеты. Девушку определили в штат секретариата. Ей пришлось по три-четыре часа в день писать на пишущей машине под диктовку секретаря. Секретарь встретил ее холодно-сдержанно. Задумчиво посмотрел своими черными печальными глазами в ее серо-зеленоватые очи. Задумчиво разгладил усы и лениво объяснил ей ее обязанности. Саня немедленно принялась за работу. Секретарь диктовал ей письма, большие и короткие, интересные и скучные. Диктовал быстрым, но печальным, как его глаза голосом. Этот голос, дрожавший как струна, дрожал в душе Сани. Ей казалось, что в душе секретаря постоянно звучит похоронный марш, один аккорд которого самый печальный. Отражается и в звуках голоса, такого глубокого и таким коротким и верным путем, проникающего прямо в ее сердце. Не менее плодовитым, хоть и в ином роде, и тоже газетчиком до мозга костей, был и другой сотрудник, вальяжной походкой, шествовавший теперь в редакцию. Сергей Сергеевич Гусев. Слово-глаголь. Из потомственных дворян он был тонким наблюдателем и знатоком провинциального быта и сатириком в духе щедрина. Над его фельетонами, стихотворными и прозаическими часто хохотал город, прекрасно понимая, что это он, Гусев, посмеялся над самарцами. Чего стоит хотя бы вот это? Ароматом напоен воздух вешний. Ароматом дышит в Струбском саду, доложу вам каждый атом. Справа нос ваш поражен и убит из кухни чадом, прямо с Волги дым из труб пароходов, ставших рядом. И персидская сирень на твоем платке ажурном исчезает без следа под потоком вони бурным. Да уж, батенька, пробрал нас этот писака. Ох, пробрал. Но ведь верно все шельма заметил. Так что и поспорить-то не с чем. Поспорить не с чем. Гусев это прекрасно знал. И потому, не спеша, вальяжно, шел сейчас через площадь в редакцию, внимательно поглядывая по сторонам. Что бы мне еще такого сочинить про эту Самару? Так, чтобы не в бровь, а в глаз. А вот с другой стороны, держа в руках стопку ученических тетрадей, в редакцию бежит учительница одной из местных гимназий, Елена Алексеевна Буланина. Она тоже хочет быть запечатленной на общем снимке. Ведь преподавая словесность и историю в гимназии, она все время печатала в газете свои стихи и фильетоны. И эти публикации были для нее москвички из старинной дворянской семьи единственной отрадой и отдыхом от серых гимназических будней. А еще переводы. И прежде всего, из обожаемого ею Уальда. Однажды, возвращаясь домой, шли два дровосека по чистому сосновому лесу. Была лютая зима. Снег густ покрыл землю и ветки деревьев. Стояли сильные морозы, горный воздух. Повис неподвижно прозрачной ледяной занавесью под холодными поцелуями дедушки Мороза. Птицам и зверям было холодно и голодно. «Ну уж и погода!» – ворчал голодный волк, хромая и поджимая хвост. И для чего у нас поставлено начальство, допускающее такие морозы? А вот еще двое сотрудников, которые тоже сейчас войдут в двери редакции и по команде фотографа «Внимание! Снимаю!» замрут на несколько секунд перед объективом фотокамеры. Фамилия одного из них – того, что в темном сюртуке – Селецкий. Честный газетный труженик может писать час, два, да хоть три дня, а потом прокутит весь полученный гонорар. Мол, пей за мое здоровье! Что же до его теперешнего попутчика, то он в газете не служит. И от гонораров не зависит. Слава богу, здесь же неподалеку находится его нотариальная контора, приносящая ему немалые доходы. Но и в редакции он тоже свой человек. Близкий друг всех без исключения сотрудников и автор стихов в символистском духе, которые публикуются в газете под псевдонимом Аргунин. Настоящая же его фамилия – Смирнов. Александр Александрович Смирнов. Родился в Коломне, но уже давным-давно самарец. Окончил Петербургский университет по юридическому факультету со степенью кандидата прав. Но кроме диплома юриста, привез из столицы любовь к новому искусству, которая еще только-только зарождалась на Невских берегах и не добралась до берегов Волжских. В Самаре он женился на дочери присяжного поверенного Пазерна и открыл собственную нотариальную контору. Но проводил в ней только часть времени, при малейшей же возможности, сбегая в редакцию. Там в редакции дышалось совсем другим творческим воздухом. И дня не проходило без споров о политике, об искусстве, о чем угодно. Это не бездушное крючкотворство, от которого хотелось бежать, куда глаза глядят. Вот сейчас они идут и о чем-то напряженно спорят. Скорее всего, Смирнов доказывает своему оппоненту, что все эти декаденты вовсе не такие уж бездари, как представляется, например, тому же Гусеву слово «глаголь». Подумаешь, написал он пародию на Бальмонта. Да Бальмонт, если хотите знать, чихать хотел на его пародии. Да и я, между прочим, тоже. Вот, послушайте. И превратившись в поэта Аргунина, нотариус Смирнов нараспев читал только что законченное новое стихотворение. Перед грозою на болоте кружится, как день, легкий, в фантастическом полете голубые огоньки. То летят они, блистая, как подучая звезда, и в туманах синих тая исчезают без следа. То порхают шаловливо, точно рои мотыльков, тешат пляску игривой неуклюжих светляков. Смотришь, ярко засветились, Миг, и теплятся чуть-чуть. Что они? С дороги сбились? Или указывают путь? Может быть, на землю в гости душу робкую ведут? Или давно отживших кости от забвенья берегут? Полон странного томления их загадочный полет. Тайна ночи их рождения. Тайны ночь не выдает. Наконец, последним к редакции подошел еще один сотрудник, служивший в газете с февраля 95-го года. Широкие скулы, острый нос с резко вычерченными ноздрями. Высокие брови часто собирают в складки лоб, а в усах играет улыбка. Поначалу его посадили за вырезки из других изданий. Называлось это «Клей и ножницы», положив 50 рублей в месяц жалования. А когда выяснилось, что у него есть целая гора написанных, но не напечатанных рассказов, определили по 2,5 копейки за строчку. Сверх тех 50. Ну, пока так, а там видно будет. На дворе стоял 1895 год. И всем тем, кто собрался сегодня в редакции Самарской газеты, было от 30 до 40 лет. Никто из них не мог бы заглянуть вперед и сказать, что с ними случится. Никто не знал, что Ашешев и слово-глаголь едва переживут гражданскую войну и уйдут из жизни друг за другом в 1922 и 1923 годах. Никто не мог бы заглянуть вперед и увидеть, что очарованный сегодня декадентами Смирнов будет доживать свои дни в малюсенькой проходной комнатке в доме, который когда-то полностью принадлежал его тестью. И тихо уйдет из жизни в самом начале января 43-го в больнице Пирогова. А московская поэтесса Елена Буланина также тихо скончается в коммуналке в 1944-м. И уж тем более, никто не мог бы сказать летом 1895 года, что этот широкоскулый юноша в странной одежде последним, вошедший в дверь редакции Самарской газеты станет писателем номер один в стране, о которой он мечтал и который боялся, как огня. Страна будет знать его под именем Максима Горького. Горького, который уйдет из жизни в июне 1936-го на даче в Горках. И с этого момента здесь, в Самаре и в других городах начнется создание посвященных ему музеев. Но это будет позже. А сейчас, внимание, снимаю! Субтитры создавал DimaTorzok